Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Мирослав Эдуардович Морозов. Мирослав Эдуардович, здравствуйте. Добрый день, Михаил. Давненько не были у нас? Да. Добрый день, уважаемые зрители канала «Тактик Медиа», добрый день, уважаемые создатели замечательнейшей программы передового нашего рубежа, военно-исторической науки, которые несут действительно правду о военной истории вообще и о Великой Отечественной войне в частности, в массы. В чем можно убедиться о том, что польза от этой программы есть, по большому количеству комментариев, которые после каждого вашего ролика, не говорю, так сказать, скромно о своих умалчиваю, вообще после каждого вашего ролика есть, за что огромное вам спасибо. Спасибо за оценку. Да, рад предоставленной возможности сегодня выступить. Мы сегодня про 1943 год продолжаем. Да, тема нашей сегодняшней лекции. В предыдущей мы рассмотрели действия подводных лодок Балтийского флота в кампанию 1943 года, а сегодня рассмотрим действия других сил, которые частично занимались тем, что обеспечивали прорыв подводных лодок, частично выполняли свои собственные задачи. Ну, в общем, 1943 год, год коренного перелома, вот как непосредственно он на Балтике происходил, какие были проблемы, какие были достижения, какие были неудачи. Все вместе, я думаю, это прозвучит в нашей сегодняшней лекции. Отлично. Все заждались уже позитива. Да, надеюсь, что сегодня позитив над негативом будет явно преобладать. Ну, в общем-то, и негатива, в принципе, немного. Хотя, конечно, нужно понимать, что принципиально вот те моменты, о которых мы говорили в первых лекциях нашего цикла, то есть то, что касается подготовки кадров, в первую очередь кадров высшего командного состава флота, то, что касается проблем, которые были с проектами советских кораблей, которые проявились в годы Великой Отечественной войны, те проблемы, о которых мы говорили непосредственно в Балтийском цикле, которые были связаны с восполнением корабельного состава на Балтике, со снабжением Балтийского флота всем необходимым. Хотя, мы знаем, в январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда и было восстановлено его железнодорожное сообщение со страной. Быстро восстановить боеспособность флота, который просто не имел, в общем-то, к моменту прорыва блокады Ленинграда больших запасов, прежде всего, топлива. Был недостаток определенный в боеприпасах. Быстро его восполнить было невозможно. Был недостаток и в горюче-смазочных материалах, что отразилось и на действиях авиации в кампании 1943 года. Быстро это все восстановить было невозможно. И это тоже все отразилось на боевой деятельности флота. Я это перечислять не буду, но эти факторы вы просто должны иметь в виду. Вот на этом фоне я уже буду рассказывать конкретику. Материала много, поэтому я подробно то, о чем говорил раньше, в лекциях раскрывать не буду. Ну вот с учетом того состояния, в котором был Балтийский флот весной 1943 года, только после прорыва блокады Ленинграда, в которой там принимала участие и авиация Балтийского флота, и корабли много стреляли, и береговые, и железнодорожные батареи. Для того, чтобы действовать на морском направлении, кроме подводных лодок, о которых тоже я уже повторяться не буду, почти самыми действенными соединениями флота это были военно-воздушные силы флота, как его главная ударная сила. В общем-то они уже значительно о себе заявили и в кампании 1942 года. Это была бригада торпедных катеров и истребительный отряд Кронштадтского морского оборонительного района. Так называлось соединение, куда входили все малые охотники. Оно было призвано по тем задачам, которые перед ним ставились. Это прежде всего обеспечить выгодный оперативный режим восточной части Финского залива. То есть, грубо говоря, нести дозорную службу и не пускать корабли-катера противника на те морские коммуникации, которые оставались у краснознамённого Балтийского флота. Очень часто приходится читать, что там Балтийский флот был заблокирован в Кронштадте, Балтийский флот был заблокирован в Ленинграде всю войну. Это не так. Во-первых, это касается не всего флота, а только надводных кораблей. Мы знаем про прорывы подводных лодок, мы знаем про действия авиации, и сегодня я много расскажу о ней. И, кроме того, у Балтийского флота, несмотря на то, что его операционная зона восточной части Финского залива была достаточно ограниченной, всё равно оставались коммуникации. Это коммуникация между Кронштадтом и островами Сескары-Лавенсари, как самой западной точкой советской территории по состоянию на конец 1942 года. Это был передовой рубеж нашей обороны. Именно с острова Лавенсари это была как бы точка подскока, откуда отправлялись поход подводной лодки, куда они возвращались. Противник неоднократный, и мы об этом говорили в своих предыдущих лекциях, хотел бы овладеть этими островами и окончательно действительно заблокировать флот в Кронштадте. Но этого, к счастью, для нас не произошло. Мы эти острова удерживали, соответственно, туда нужно было постоянно доставлять грузы для гарнизонов и не только. На эти острова должны были базироваться, как мы говорили, в качестве маневренной базы, и торпедные катера, и подводные лодки. И на Лавенсари был летом 1942 года создан аэродром, где целый истребительный авиаполк базировался. Соответственно, туда нужно было доставлять горюче-смазочные материалы, вести активное оборонное строительство, аэродромное строительство. То есть, туда нужно было доставлять стройматериалы. Острова эти небольшие, на них ничего нету, только источники пресной воды, что воду можно было не доставлять, всё остальное было привозное. Поэтому, на самом деле, эта коммуникация от Кронштадта до Лавенсари существовала, и довольно-таки активно по ней ходили наши конвои, состоявшие там из тральщиков, буксиров, барж различных. Периодически ходили быстроходные тральщики, которые осуществляли контрольное траление на этом фарватере. А противник, зная о существовании этой коммуникации и о том, какую роль она играет в наращивании наших сил на этих островах, именно наших ударных сил Балтийского флота, естественно, пытался всячески затормозить доставку этих грузов на острова, соответственно, ставил на этой коммуникации мины, ставил самых разных боевых средств. Ну, минирование Кронштадта мы говорили. В 1943 году оно было небольшим, всего две ночи. Немецкие самолёты летали и поставили 144 донных неконтактных мины. И весной начались попытки ставить мины с катеров финских и немецких катеров-загородителей типа КМ. Немецкие катера-загородители дважды, один раз в мае, один раз в июне, ставили мины на внешнем рейде Лавенсари, прорывались туда. В результате подорвался один тральщик типа Фугас при проводке первой пары подводных лодок ЩА-303 и ЩА-408, о чём мы говорили в предыдущей лекции. Но большое количество попыток противника проникнуть на эту коммуникацию были отражены нашими дозорами, состоявшими, как правило, из двух малых охотников. В общей сложности было 17 дозорных позиций, укомплектованных малыми охотниками. В 2013 году у меня в соавторстве выходила книга про именно войну малых охотников в Финском заливе. Кому нужны подробности, я отсылаю к этой книге. А так, они несли службу эти дозоры и периодически вступали в бои с превосходящими силами противника, которые пытались на эту коммуникацию проникнуть. И один очень такой значимый бой, который очень часто в литературе, даже в научно-популярной, ну, в советского времени, был посвящённый Балтийскому флоту, это бой двух катеров малых охотников в ночь на 24 мая 1943 года с 14 вражескими катерами финскими, шуцкорбскими, так называемыми. Вот, значит, фактически дело обстояло следующим образом. Вот, севернее острова Сискар, корабельный дозор номер 49, два малых охотника. МО-303, на нём Брейдвымпел держал командир отряда малых охотников, старший лейтенант Чернышёв, и второй малый охотник МО-207. Там был опытный командир, отличившийся несколько раз, награждённый орденом Боевого Красного Знамени за 1942 год, старший лейтенант Коплунов. Вот они несли службу на дозорной позиции, когда увидели пять вражеских катеров, идущих на встречном курсе. Этими пятью катерами оказались финские сторожевые катера, ВМВ, второй флотилии финских сторожевых катеров, которые той ночью имели задачу обеспечить проникновение на нашу коммуникацию отряда торпедных катеров, которые тоже находились неподалёку. И вот начался ночной бой. Сначала он шёл на встречно-параллельных курсах, то есть корабли должны были на контркурсе разойтись. Но потом произошло нечто непредсказуемое. Второй в строю, они шли строем уступа, малые охотники, второй в строю, катер МО-207, которым командовал Коплунов, внезапно повернул в сторону противника и пошёл на пересечку курса вражеского отряда. Нельсоновская тактика. Да, Нельсоновская тактика прорезания келеваторной колонны противника. И катер, на котором находился командир, поддержать атаку подчинённого решил, тоже повернул. И они пошли на пересечку курса, резко сокращая дистанцию с финами. Но при этом надо иметь, что каждый малый охотник был вооружён двумя 45-мм полуавтоматическими пушками, теми же самыми 45-ками, широко известными, только на морском станке, и двумя крупнокалиберными пулемётами ДШК, один на левом, другой на правом борту. Ну, на нос оба могли вести огонь по курсу катера. А финские катера, каждый имел на носу 20-мм автоматическую пушку, на корме 40-мм автоматическую пушку «Бофорс». И имел две пулемётных установки. Если верить фотографиям, значит, одна с одинарным пулемётом «Максим», другая, вот четверённые «Максима» наши знаменитые установки М4 зенитные, позади рубки. То есть, конечно, по огневой мощи каждый из финских катеров превосходил наши малые охотники, с учётом того, что пушка 40-мм была автоматической. Да и 20-мм тоже. Ну, и 20-мм само собой, и 40-мм была автоматической. У наших полуавтомат. И ещё такой тоже неприятный момент, что вообще непосредственно про этот бой не пишут, но по другим документам Балтийского флота, что в этот период Балтийский флот испытывал большие сложности с обеспечением трассирующим боекомплектом. То есть, очень часто в бою приходилось стрелять либо вообще без трассирующего боекомплекта, либо не каждый там второй или каждый третий выстрел был трассирующим. Ну, а там каждый десятый, например. То есть, грубо говоря, стреляли, не видя, куда летят свои пули и снаряды. Естественно, когда ты резко сокращаешь дистанцию, эффективность огня возрастает. И можно стрелять даже не цели, но, грубо говоря, целиться через ствол, и ты попадёшь. И в результате именно таким образом один из финских катеров получил попадание 45-мм снаряда в машинное отделение. Вышла из строя у него двигательная установка на других катерах. В общем, в общей сложности финны потеряли двух человек убитыми, четырёх ранеными. Но вот с нашими катерами, к сожалению, при этом прорезании из строя, а оно было, кстати, не единственным, потому что финский отряд прошёл с севера на юг, развернулся на 180 градусов, они отказались от продолжения операции. Начали уходить на север, и в этот момент малоохотники вторично прорезали строй их. То есть, два раза расстреливали с близкой дистанции. В общем, шедший первым МО-207 получил шесть снарядных попаданий, около 30 осколочных и пулевых пробоин. Второй катер получил три снарядных попадания и тоже большое количество пулевых и осколочных пробоин. Каплунов при первом прорезании из строя получил тяжёлое ранение, но не покинул боевой пост на мостике малого охотника, продолжал руководить боем, но при втором прорезании из строя он был вторично тяжело ранен, на этот раз смертельно. И, сползая по машинному телеграфу, он ручки машинного телеграфа обе потянул вниз, упал на палубу. То есть, он перевёл их на положение стоп машины. И катер после этого отрепетовали его, не зная обстановки. Те, кто находился в моторном отсеке, отрепетовали его команду, катер остановили. Он оказался внутри в строя финских катеров, расстреливаемый со всех сторон. В этот момент командир кормового орудия, старший краснофлотец посмотрел на мостик, увидел, что на мостике никого нет. Рулевой был убит, старший помощник командира катера тяжело ранен, лежал на палубе. Командир катера умирал. Вот этот старший краснофлотец поднялся на мостик, вступил в командование катером, перевёл ручки на положение полный вперёд. Они вышли из окружения финских катеров. Таким образом, он спас катер и своих товарищей боевых. Ну и второй катер, на котором находился командир отряда, тоже прикрыл их дым завесой. Вот они второй раз эту колонну… Ну то есть, они просуммировали пять опускавшихся с севера на юг, пять поднимавшихся с юга на север, они зачли за второй отряд. И уже выходя из боя, они увидели отряд финских торпедных катеров, которые финские стражевые катера прикрывали. Там было четыре катера, обстреляли их с дальней дистанции. Это вот ещё четыре. Поэтому получилось четырнадцать в общей сложности. По результатам боя наши считали три катера противника потопленными. Финны считали оба малых охотника этих потопленными. Там с соседнего дозора к концу боя подошёл ещё один малый охотник, который обстрелял финнов с дальней дистанции. В общем, как раз его вмешательство заставило их прекратить операцию, выйти из боя, уйти в северном направлении. Хотя через некоторое время отправил свой повреждённый катер в базу, остальные катера вернулись. Они были уверены, что наши малые охотники потоплены, они хотели подобрать пленных. Но, естественно, никого не нашли, потому что оба наших корабля уцелели. Но в общем результате у финнов, как я сказал, два убитых, четыре раненых. У нас, к сожалению, погибло три человека, в том числе командир МО-207, старший лейтенант Николай Коплунов. Тяжело ранено было пять человек, командир второго катера, оба старших помощника, на каждом катере было по два офицера. Оба старших помощника, командир отряда, счастливо избежал ранения. И восемь человек было легко, то есть в общей сложности тринадцать человек наших пострадало. Понятно, что катера выполнили свою задачу, заставили противника отказаться от прорыва на наши коммуникации. Цена, конечно, была этого достаточно дорога. Не только в этом бою, было еще ряд других боев, где катера наши получали попадания. И в общей сложности, если просуммировать полученные боевые повреждения, то мы несли больше потери в этих столкновениях катеров, чем противник. Почему? Я объяснил. Было более слабое вооружение, не было автоматических и, самое главное, не было трассирующего боекомплекта, который необходим для успешного ведения ночного боя. Но, тем не менее, вот эти вот дозоры, которые обеспечивали существование этой коммуникации между Кронштадтом и Лавенсари, они в целом успешно со своей задачей справлялись. И очень большое напряжение было у этих малых охотников. В общем, примерно 70% времени все эти катера на протяжении 1943 года проходили в море, проводили. К началу кампании у нас было 51 малоохотник, и в ходе кампании еще больше 20 было получено от промышленности. Какие корабли были получены от промышленности, я думаю, мы поговорим в ближайшее время в следующей лекции, которая будет посвящена именно строительству кораблей и катеров непосредственно в годы войны и вступления в состав Советского флота. Ну, а что же наши активные действия? А можно еще вопрос от морячка, который вывел катер, его наградили? Да. Оба старших помощника, посмертно Коплунов, командир вот этого орудия МО-207 кормового, были награждены орденами боевого красного знамени. Чернышев, командир отряда, получил орден Александра Невского. Кстати, он написал после войны мемуары, достаточно подробный про этот бой. Там не все, к сожалению, соответствует боевому донесению у катеров, но в целом дает представление о той вот сложной, можно сказать, даже трагической обстановке, которая сложилась в ходе этого боя. Поэтому, кто интересуется, рекомендую. Вот теперь, что касается наших активных действий. Самое главное, понятно, что роль ударной силы – это была авиация Балтийского флота. Что она собой представляла к весне 43-го года? 235 боевых самолетов. Может быть, это кажется, да, большим, но на самом деле это количество было небольшим, особенно если рассматривать ударные возможности этой авиации, потому что на 60% она состояла из истребителей. Истребители, еще половина относилась к так называемым старым типам. То есть, были еще и 15 бис, они, правда, были в ночной эскадриле. Вот, был целый полк, вот, 71-й краснознаменный истребительный авиаполк, базировавшийся на Лавенсаре. Он полностью летал на Чайках. Были истребители И-16. В общем, вторая половина были, значит, Яки и Ла-5 уже поступали в Третий гвардейский истребительный авиаполк. Более или менее современная техника. Но количество ударных самолетов, значит, в первом миноторпедном полку было на 1 апреля 13 ДБ-3, 7 СБ, в 73-м бомбардировочном полку было 10 П-2 и в 7-м гвардейском штурмовом полку было 27 Л-2. Вот, собственно говоря, ударная авиация Балтийского флота. Вся была представлена тремя полками. Не густо. Да. Один миноторпедный, который наполовину летал на СБ, который торпеду, естественно, не носил и мину поднять не мог. Одна эскадрилья была бомбардировочной, две миноторпедными. Бомбардировочный полк на П-2, у которого было всего 10 самолетов на весь полк. Ну, и полк штурмовиков. Да. Одна эскадрилья. Но он, кстати говоря, был недавно только переформирован, что в 1942 году у него официально по штату в этом полку было две эскадрильи на П-2, одна эскадрилья на Р-10 и одна эскадрилья на У-2 ночных. Ну, называлось бомбардировочным полком. Так сказать, но вот эти вот номера многочисленные не должны нас обманывать, понимать, что истинные боевые возможности, к сожалению, были далеко не такими, как может показаться из наличия бригад, полков и так далее. И, соответственно, эта авиация имела массу задач, в том числе она активно привлекалась на действия по сухопутному фронту. Кроме этого, должна была обеспечить прорыв подводных лодок, причем под обеспечением прорыва подводных лодок понимались не только удары по кораблям, которые несли дозор на заграждение за Игель, до Носхорна самолеты, как мы говорили, практически не дотягивали, но также и бомбардировку минных полей бомбами противолодочными, которые сбрасывались с парашютным замедлителем, бомбами ФАБ-100 и так далее. Вот что же в этом плане имело место? Ну, значит, прежде всего я хотел еще, да, вот такие цифры по штурмовикам высветить, что вообще штурмовая авиация, ну, первый квартал мы не берем, потому что январь-февраль-март, Балтийское море замерзшее, они вообще не действовали над морем, действовали только над сушей. Второй, третий, четвертый квартал в сумме, вот седьмой штурмовой полк, ну и потом к нему с конца июля присоединился 35-й полк, они оба вошли в состав, сформированный в июле на базе 9-й бригады штурмовой авиационной дивизии, вот они в сумме за 1943 год совершили 1093 самолета вылета, но только 487 из них были по кораблям, то есть на море 44,5% самолета вылетов делалось, остальное все занимало, либо суша, значит, удары по аэродромам противника, удары по железнодорожным эшелонам, по железнодорожным мостам, по батареям, обстреливавшим Ленинград, по береговым батареям противника, которые находились на островах Финского залива, о чем мы еще подробнее поговорим, вот на корабле не так много оставалось возможностей. И по другим родам авиации там тоже отвлечение на сушу было достаточно большим. Ну и авиация, какие задачи она имела непосредственно над морем? Ну первые, наверное, хронологические, о чем нужно сказать, это минные постановки, которыми занимался только, мог заниматься первый миноторпедный полк, вот те порядка 10 самолетов ДБ-3, которые были в его составе. Начали ставить мины с февраля, в марте продолжили, потом на апрель был перерыв, в мае снова начали ставить мины, в общей сложности поставили за первое полугодие 113 якорных и аж 8 неконтактных мин английского производства. То есть Ленд-Лиз еще в первой полугодии 43-го года для Ленинграда особо не доходил. Но на вот этих вот восьми донных неконтактных минах, поставленных в конце марта в Таллиннской бухте, подорвалось, один немецкий пароход погиб и позже погиб еще и сетевой загородитель из состава того соединения, которое ставила сеть в западнее поле Носхорн. А вот 113 якорных мин, единственную жертву имели сторожевой катер, тральщик, который эту мину обнаружил, пытался вытралить, она у него не вытягивалась, а он ее подтянул в результате к борту, она ударила и он взорвался. То есть при траллении. Вот из-за того, что подавляющее большинство мин было якорными, мины АМГ-1, одну такую здоровую мину мог поднимать самолет типа ДБ-3 или вот две неконтактных мины английского производства. Вот, в общем-то, из-за этого, поскольку уже тралление таких мин якорных не представляло особой сложности для противника, все эти мины ставились по ночам, ставились вблизи Таллина или на фарватере южнее Котки, но опять же там была хорошая служба наблюдения со всех островов, которые в Шхерном районе были. То есть посты засекали место примерно, куда приводнялись мины, утром туда приходили тральщики и в одно касание этот район зачищали. Или даже они вообще протраливали только те мины, которые становились на фарватере, если бы, например, не было времени. Те мины, которые влево-вправо от фарватера, где корабли плавать не должны, их можно было вообще не вытраливать. Поэтому, в общем-то, борьба с минными постановками, состоявших из якорных мин, особой проблемы для противника не вызывала. И поэтому такие минные постановки по определению не могли иметь больших успехов. Далее началось уже с середины апреля борьба авиации вокруг заграждения Заигель. То есть где-то с 14 апреля, после того, но ещё даже до конца не сошёл лёд в восточной части Финского залива, ещё остров Лавенсари был окружён льдом, уже немецкие быстроходные десантные баржи, а это было главным средством немцев для минных постановок в 43-м году на Балтике. Они уже загруженные минами прибыли в восточную часть Финского залива, чтобы сразу, как только позволит ледовая обстановка, установить мины после того, как лёд сошёл. То есть на Заигеле оставалось много мин с 42-го года, но в основном оставались глубоководные поля. Баржи имели осадку полтора метра, практически не рисковали подорваться на старых минах, могли ставить поверх. И вот надо было установить там новые линии. И вот они в течение второй половины апреля их выставили. Базировались они в районе Киркомансаре, это Шхеры, южнее Котки. И там несколько раз они были обнаружены нашей авиацией. Наша авиация начала наносить удары. В основном к этому привлекались Илы 7-го гвардейского штурмового полка. Летали они с аэродрома Борки, который находился на Раненбаумском плацдарме. Расстояние до Котки было примерно 150 километров, до Тютерса 130 километров. И в основном в этот период Илы можно было использовать в основном только бить, чтобы по кораблям на якоре стационарным целям. Потому что попытка наносить удары по каким-то движущимся отрядам кораблей, с учётом времени, которое происходило, с момента, когда их обнаружит воздушная разведка, потом об этом доложит штаб ВВС Балтийского флота, с учётом всех задач, которые есть, примут решение о выделении группы самолётов, пока это дойдёт до полка, пока в полку, даже находясь в 30-минутной готовности к вылету, подготовят эти самолёты, поставят задачу лётчикам, пока они вот эти 150 километров пролетят, проходило время, и зачастую кораблей уже в том месте не было. Но атаковали, поэтому вот эти баржи, которые готовились минным постановкам, отстаивались в Шхерах, противник пытался их маскировать, но уже намётанный глаз морских лётчиков к 43-му году это чётко вычислял. И вот в одном из первых налётов были повреждён моторный тральщик и быстроходная десантная баржа, с другой быстроходной десантной баржей от близких взрывов авиабомб попадали мины, подготовленные к постановке. Позже в этом же районе финские канонерские лодки, которые несли там дозор за заграждением рука Ярви, несколько раз подвергались ударам, и самым крупным успехом стало потопление одной из этих финских канонерских лодок 2 мая 43-го года. Когда после попадания одной 100-килограммовой бомбы, которая прошла москвозь, эту канонерскую лодку Турума, взорвалась под днищем, в общем, было большое разрушение борта, и водоотливные средства канонерской лодки, ещё двух других, которые туда, значит, рукава подали и пытались откачать воду, откачать воду не смогли, она затонула на мелководье. Но, правда, через неделю финнам удалось эту канонерку поднять, и потом она полгода ремонтировалась. В конечном итоге она потеряна не была, но она вот этими и вторыми нашими была потоплена, и это был действительно самый крупный успех на тот момент. И начались удары позже уже, когда противник выставил дозор за заграждением «Зигель», начали наносить, было несколько ударов по кораблям, нёсшим дозор на этом заграждении, и вот регулярно ещё, о чём мы тоже говорили в предыдущем ролике, финская истребительная авиация вмешивалась в эти дела, поскольку была хорошая сеть постов наблюдения, которые имели радиосвязь даже самолётами финскими в воздухе и могли их наводить непосредственно на группы наших машин. В результате, в апреле-май 1943 года, в апреле 18 самолётов вылетов Ил-2, в мае 42 самолёта вылета Ил-2 по кораблям на «Зигеле», при этом было потеряно 8 Ил-2, из них 3 были сбиты огнём немецкого тральщика М-15. На графике мы покажем его рубку, даже с нанесёнными вот этими силуэтами сбитых самолётов, что самое интересное, вот три самолёта немцы на себя числили, и все три подтверждаются. Результат довольно неплохой для одного конкретно взятого тральщика, но, в общем, это говорит о том, что после усиления зенитного вооружения, которое было в конце 42-го года на тральщиках немецких, ну и вообще на всех кораблях, действующих в Финском заливе, вот уже такой благостной картины, когда в 42-м году они почти не могли сбивать Ил-2, уже не было. В общем, достаточно успешно зенитные средства кораблей могли дать отпор атакующим, даже бронированным штурмовикам. И после 23-го мая, когда был не очень удачный налёт, очередной на дозор на заграждение из «Игель», после этого было принято решение, но в связи ещё установился период белых ночей, вообще перестать осуществлять дневные удары по кораблям противника, а посылать ночью штурмовики в белую ночь по одному на свободную охоту, на вражеские корабли. И вот по нашим данным таких ударов вроде как было много, а в немецких документах вообще никаких хвостов от этих ударов не находятся. То есть, летая ночью, я не знаю, то ли настолько была плохая, видимо, что немцы не видели, что по ним бомбы сбрасывали. То ли за корабли принимались какие-то острова, там в Шхерах, и фактически сброс бомб шёл не на корабли. Ну, в общем, не было ни успехов, ни практически даже отражения этого в немецких документах, этих налётов. Вот на такой как бы минорной ноте действия штурмовиков с кораблями на «Зигеле» именно при развертывании подводных лодок первые эшелоны и закончились. Далее. Бригада торпедных катеров. 20 катеров имела к началу года. Всё это были катера типа Г-5. Из них 12 катеров были старые, относившиеся к первым сериям, которые уже выдержали по несколько капитальных ремонтов с изношенными движками, и только 8 новых. К счастью, с июня начали вступать новые торпедные катера. Уже промышленность Ленинграда восстанавливалась после тяжёлой блокадной зимы 1941-1942 год. В результате бригада получила 25 торпедных катеров, то есть больше, чем имела к началу года. Значительный её потенциал вырос. Но ещё в первом полугодии действия бригады торпедных катеров были очень ограничены, потому что состав её оставался старым. Всего было три групповых поиска, чтобы торпедировать корабли противника, и ни разу они цели не встретили, и ни одной торпеды не выпустили. И 16 групповых выходов на минные постановки. При этом было выставлено достаточно много мин, 151 мина. Но поскольку тоже все мины были якорные, и ставились они практически все южнее вот этих вот шхер в районе Котки, где немецкие корабли не плавали, там плавали иногда финские катера, которые проходили просто над этими минами, то никаких этих успехов на этих постановках не было. Разве что один финский катер-тральщик при попытке вытролить мину, подтянул её к себе, и она взорвалась у него за кормой, повредив корму этого катера-тральщика. Поэтому тоже особо хвастаться было нечем. Ну и вот эта вот вся деятельность Балтийского флота, которая осуществлялась параллельно с развертыванием первого эшелона подводных лодок, была проанализирована в том числе и в главном морском штабе, и наркомом военно-морского флота, адмиралом Кузнецовым. И в общем, Балтийский флот стал объектом достаточно большой критики со стороны этих инстанций, что она, эта деятельность не была целеустремлена на то, чтобы обеспечить прорыв подводных лодок. Торпедные катера там ставили мины в одном районе, там авиация бомбила в другом, там ставились мины самолётов в третьем, бомбились минные поля. В общем, многое из этого было как бы отвлечением в сторону от выполнения главной задачи. Штаб Балтийского флота, который в 43-м году возглавил адмирал Арапов, он до этого командовал Северной Тихоокеанской флотилией. В 43-м году, вот мы помним, я в лекции про конец 42-го года говорил, что был снят с должности начальника штаба флота адмирал Раль. Вот его заменили адмиралом Араповым, тот был достаточно энергичный, но, правда, умер от болезни ещё до конца Великой Отечественной войны, но в 43-м году, видно его прям энергичная деятельность на посту начальника штаба Балтийского флота, он пытался всё это организовать и деятельно, и подчинённых, в общем, нацелить на выполнение задач. Ну и вот даже в том, что он писал ответ московским султанам, даже в этом проявилось, что вот он всё расписал по уважительным причинам. Почему, значит, Балтийский флот не мог, в том числе его авиация не могла принять более активное участие в обеспечении действий подводных лодок. Ну и вот удалось найти в архиве очень интересный анализ, который в ответ на это послание Арапова был сделан непосредственно в главном морском штабе, в оперативном управлении. Там, в частности, говорилось следующее, что в период с 20 апреля по 20 июля 1943 года миноторпедная авиация Балтийского флота летала с интенсивностью два самолёта вылета в сутки. Или один исправный самолёт вылетал раз в 4 дня, не чаще. Дальше, по задачам. 46% вылетов совершалось для бомбардировки минных полей, через которые должны были проходить подводные лодки. 20% самолётов вылетов на минные постановки. 20% самолётов вылетов по суше, в основном по железнодорожным станциям НОЧ. И лишь 13% вылетов были на торпедной атаке самолётов-торпедоносцев. То есть, вылеты с торпедами. Которые... Ну и вот там подвергался критике именно штаб Балтийского флота и штаб ВВС, что задачи по бомбардировке минных полей можно было переложить на кого-то другого. А использовать торпедоносцы именно с торпедами для уничтожения кораблей-дозоров и уничтожения пароходов в Балтийском море, о чём мы позже подробнее поговорим. Ну и второй тезис там, что для штурмовой авиации якобы нету объектов для массированных ударов в восточной части Финского залива. Этот же капитан второго ранга, я, к сожалению, не смог расшифровать его подпись на этом анализе, он пишет, что как это так, нету объекта. Вы же сами ежедневно по оперативным сводкам докладываете, что за минным заграждением «Зе Игель» дежурит 3-4 стражевых корабля «Элитральщика» и 1-2 транспорта. Ну, фактически там не транспорта были, а немецкие тяжёлые плавобатареи из голландских теплоходов переоборудованы. И удары по ним либо не наносились вообще, либо наносились однократно группы из 4-6 Ил-2. То есть, в сутки один удар 4-6 Ил-2. И таких ударов за этот период весь с 20 апреля по 20 июля было 36. И только в двух случаях в течение суток проводился повторный вылет вот этой четвёрки на борьбу с кораблями. Ну, и писалось в документе, как правило, удары до конца не доводились и заканчивались повреждением атакуемых кораблей, которые противник мог спокойно увезти в базу. Вот на такой минорной ноте это всё как бы закончилось. И, соответственно, после того, как деятельность Балтийского флота по развертыванию подводных лодок первого эшелона была в главном морском штабе проанализирована, пошли указания из Москвы. Значит, с начала 12 июля первая директива, она как бы во главе угла опять же ставила возобновление выхода подводных лодок в море. И что должен делать для этого Балтийский флот? По предыдущему периоду можно было отметить лишь частные действия нашей авиации, поэтому противник смог нести в спокойных условиях дозорную службу на подступах к островной военно-морской базе. Ну, это имеется в виду база на острове Лавенсари. И поддерживать выгодно ему оперативный режим, усиливая минные сетевые заграждения, трали-фарватеры и так далее. Поэтому народный комиссар адмирал Кузнецов приказал коренным образом пересмотреть вопрос подготовки вывода подводных лодок в Балтийское море, начав немедленно, систематически, оперативно и тактически продуманную борьбу с дозорами противника на Гагландском рубеже, сделав их пребывание там невозможным. И он разрешил для этой цели, как и годом раньше, использовать базовые тральщики, если потребуются миноносцы и сторожевые корабли. То есть опять Балтийский флот, крупные надводные корабли, адмирал Кузнецов пытался вытолкнуть в Финский залив, чтобы они поборолись с противником. Но мы помним, чем закончился выход бури и фугаса в августе 1942 года и со стороны Трибуца. Никакого желания отвечать за потерю эскадренных миноносцев и даже быстроходных тральщиков, которых оставалось не так много. 8 единиц к тому моменту в составе Балтийского флота, в общем, не было. Поэтому, когда Кузнецов потребовал Трибуца представить план, как вы будете выполнять мою директиву, среди перечня мероприятий по выполнению, никаких выгодов эсминцев и сторожевых кораблей не было. То есть они из-под этого ушли. И 13 августа уже после того, как прошла разведоперация двух подводных лодок ТПС, о чём мы говорили в предыдущей лекции, они подошли к сетевому заграждению, одна погибла, пытаясь его форсировать, другая погибла при возвращении. Вот она как раз 13 августа погибла. И в этот же день, ещё когда не было известно о том, что вся разведоперация потерпела крах, вышла очередная директива Кузнецова, которую я процитирую полностью. Оперативная деятельность Краснознамённого Балтийского флота на Запад проявляется только путём использования военно-воздушных сил и отчасти катеров. Это совершенно недостаточно. Приказываю. Первое. Организовать тщательную разведку, оборудование театра минами и сетями. Фарваторов провести операцию по захвату пленных. Второе. Немедленно начать троллиния фарваторов через гагланский оборонительный рубеж противника, постепенно продвигаясь на Запад. Третье. Создать необходимый для нас оперативный режим на Гагландском плёсе и Нарвском заливе. Ну, под выражением «оперативный режим» в то время, в общем, подразумевалось то, что мы сейчас говорим «захватить господство». Создать необходимый для нас оперативный режим на Гагландском плёсе и Нарвском заливе, изгнав оттуда средства противолодочной обороны противника. Четвёртое. Приступить к подготовке десантной операции по захвату островов Большой Тютерс и Гогланд. Срок окончания подготовки 30 сентября. Окончание операции по захвату островов до Ледостала. При расчёте десанта исходить из сил Краснодарного Балтийского флота. То есть, усиление из центра вы не получите. И пятое. Операцию вывода в Балтийское море подводных лодок продолжать, предварительно обеспечивая безопасность их движения в возможной степени разведкой, изучив систему сетей и установив методы их форсирования. По пятому пункту мы подробно освещали в предыдущей лекции. Хитрый трибут сделал так, что спустя две недели после этого было получено решение Говорова, которым эти все походы прекратились. Остальные пункты, как Балтийскому флоту, хочешь не хочешь, надо было выполнять. И тут основных пунктов новых было два. Это то, что нужно было протралить Зиигель, проделать фарватеры через него в Нарвский залив, чего раньше не делалось. То есть, было известно, что там стоят мины, и мы с этим фактом мирились, и не пускали противника в свою зону, и мирились с тем, что он нас не пускает в свою. Попытка пройти в его зону закончилась гибелью бурьи и фугаса, и был проведён такой негласный водораздел. Вот это вот воды наши, вот это вот воды ваши. Здесь же Балтийскому флоту ставилась задача вторгнуться в воды противника и проделать проходы через это минное заграждение. Конечно, в перспективе это давало бы большие возможности. Можно было бы через эти фарватеры и крупные корабли вывести какие-то, и можно было погонять немецкий дозор, пройдя через эту линию мин. Ну и второй пункт, увязанный с первым, это вот по подготовке десантной операции на острова Большой Тютерс и Гогланд. Мы помним, что за них были бои весной 1942 года, в результате чего острова остались за противником. Потом были намерения по высадке десантов в апреле 1942 года, которые закончились, пробы и пера на острове Сомерс и неудачный. И дальше про эти десанты длительное время не вспоминали, и вот 13 августа 1943 года Балтийский флот опять получает задачу готовить десант на эти острова. То есть, Кузнецов не давал Балтийскому флоту спать спокойно на левом боку. Почевать на лаврах. Почевать на лаврах, которых особо-то и не было на тот момент. Он, так или иначе, не всегда оправданно, но он заставлял флот проявлять активные действия. И дальше Балтийскому флоту ничего не оставалось, как к этим активным действиям приступить. И вот здесь мы начинаем уже более позитивный рассказ. Начнём мы его с того, что 28 мая 1943 года состоялся первый вылет на свободную охоту торпедоносца Балтийского за пределы Финского залива. То есть, конечно, идея лежала на поверхности. В 1941 году мы помним, что авиация Балтийского флота с острова Эйзель летала бомбить Берлин. То есть, дальние полёты лётчикам были по силу. Самолёту ДБ-3Ф эти дальние полёты были по силе. Но в 1942 году, когда начались действия миноторпедной авиации, никто не думал о том, чтобы куда-то за пределы Финского залива выйти. Ну, вроде вот он, Финский залив. Вот ты там полетел, увидел корабли противника, сбросил по ним торпеды и сразу бац, сразу уходишь в свою оперативную зону, и таким образом ты не будешь перехвачен истребителями противниками, средствами ПВО какими-то и прочее. Но было при этом понятно, что самую плотную противовоздушную оборону противник имеет именно в Финском заливе. Было понятно, что уже к тому моменту стало ясно, что в Финском заливе практически кроме военных кораблей мало кого можно встретить. Ну, заходят транспорта в Таллинн, но Таллинн – это конечная точка немецкой коммуникации. Все их коммуникации находятся на запад от Таллинна, на запад от Хельсинки. Между Таллином и Хельсинки ходят отдельные пароходы, но опять же они ходят под конвоем, и атаковать их не так просто. А там, в Балтийском море, куда не вышли советские подводные лодки, противник разрешил неконтролируемое движение пароходов одиночным порядком по своим делам, и только лишь крупные суда, типа там танкеры, госпитальные суда сопровождались какими-то стражевыми кораблями. А 95% всего грузооборота осуществлялось в свободном порядке. И там, при том, что вот этот вот огромный грузопоток, который важен для немцев, это 10 миллионов тонн руды из Швеции за 43-й год, это большое количество солдат-отопускников, примерно там до полумиллиона, которые съездили, которые были перевезены. Съездило там меньше, перевезти надо в два конца. До полумиллиона перевезенных солдат из Финляндии назад в Финляндию, которые в течение года съездили в отпуска и так далее. Ничто не мешает наносить удары по этим всем коммуникациям, но нужно только, как говорится, преодолеть внутреннее состояние, что далеко от базы лететь страшно. А на самом деле нужно было форсировать просто вот эту вот зону противовоздушной обороны, которая была непосредственно вдоль линии фронта и в Финском заливе, а дальше попасть вот в эту вот практически неохраняемую зону. И так оно и получилось. Расчет был произведен верно и принес положительные плоды. Пару слов я хотел бы сначала сказать о том, как организовывались эти полеты. Значит, карту маршрутов мы покажем в инфографике. Значит, все эти маршруты имели протяженность от 1700 до 1900 километров, который ДБ-3 пролетал там за пять, за шесть часов. Стартовали самолеты в районе нуля часов или часа ночи, поэтому они могли не бояться перехвата истребителями, поскольку ночь, когда летели на задание, прибывали в район и производили атаки пароходов, они стремились в время, которое наступало между рассветом и восходом солнца. То есть, в то время, которое называется утренними сумерками. Действительно, как бы уже в это время достаточно хорошо видно, но в то же время самолет заметить еще не так просто. И тем более не так легко заметить сброшенную ему торпеду и как она идет. Все-таки сумерки. И дальше, после выполнения боевой задачи, самолет набирал высоту до девяти километров и выше слоя облачности возвращался на свой аэродром, где осуществлял посадку. Вот такой вот был профиль маршрута полета. Пересекали линию фронта, они тоже на высоте где-то километра два, когда летели туда. Поиск осуществляли на высоте от двух километров до трехсот метров. Непосредственно перед сбрасыванием торпеды нужно было опуститься до тридцати метров, потому что наша торпеда не переживала. Если ее сбрасывали с высоты больше, чем тридцать метров, в общем, могла даже сломаться и такие случаи летчики фиксировали, переломиться при ударе в воду. Ну и вот отработана была такая схема и начались полеты. 28 мая был первый полет, а 8 июня добились уже первой победы, когда был потоплен немецкий пароход Хайнриф Хонплауэн. И дальше до конца 1943 года в общей сложности 217 самолетов вылетов было на свободную охоту. Естественно, поскольку они осуществлялись без какой-либо предварительной разведки и каждый летчик искал цель самостоятельно, далеко не все они завершились атаками, но 91 торпедную атаку летчики выполнили. То есть почти 50% вылетов завершились встречей с целью и торпедной атакой по этой цели. Было доложено более 50 потопленных пароходов. Фактически за весь год было торпедировано 7 целей. Из этих 7 целей 6 были транспортными пароходами, либо там лихтерами. Из них 4 утонули, 2 получили тяжелые повреждения. И кроме того, был потоплен финский сторожевой корабль Уиска, который находился на позиции прослушивания в районе заграждения Насхорн, то есть уже непосредственно в Финском заливе, занимался поиском наших подводных лодок. И вот что интересно, из вот этих 7 торпедированных целей, 5 приходится на всего двух летчиков военно-воздушных сил Балтийского флота. Это, во-первых, старший лейтенант Александр Разгонин. У него 3 подтвержденных победы. И второй командир экипажа – это Юрий Бунимович. У него 2 подтвержденных победы, причем в течение буквально 4 дней сентября. 26 сентября он потопил немецкий пароход Хильдегард, а 30 сентября он потопил, и есть там шикарная подборка фотографий подтверждающих, потопил немецкий лифтер Зульхов-17. Ну и последнюю победу 1 ноября 1943 года. С 29 сентября начали летать Бастона. Уже 2 эскадрильи на Бастонах, СБ не сдали, были введены. Большое количество новых летчиков влилось в полк. Нельзя сказать, что, конечно, они были настолько же профессиональны, сколько те, кто летал на ДБ-3, некоторые с начала войны или с 1942 года. Но, тем не менее, количество было вылетов довольно-таки большим. И из вот этого молодого пополнения 1 ноября капитан Летуновский потопил немецкий пароход «Мариенбург». Значит, немцы поняли, не сразу, но поняли, что происходит, что действительно летают торпедоносцы, действительно летают в открытую часть Балтийского моря, действительно летают далеко, и вот как на это реагировать. Всякие попытки получить истребители Люфтваффе ни на что, ничем положительным не обернулись. Пытались там задействовать даже Нартьяк Гешвадр-102. Немцы, ночные истребители Мессершмитт-110. В общем, противник не нашел возможным выделить какое-то истребительное прикрытие для этого всего. Были случаи, несколько, когда по погодным условиям думали, что будет облачность, а возвращается и безоблачное небо. Были случаи перехвата финскими истребителями. И вообще, в целом, на то, чтобы потопить вот эти вот семь, не потопить, поразите семь этих целей, было потеряно за весь год всего пять торпедоносцев. Совсем немного. Размен был в нашу пользу. Из них три были сбиты финской истребительной авиацией. Один был сбит зенитным огнем тяжелый плав батареи, и один упал из-за отказа мотора. Вот противника. Что в этой ситуации оставалось делать ему? Ну, во-первых, немцы сразу вычислили, что наши действуют по шаблону, все атаки идут в утренние часы. Поэтому был введен запрет на плавание в эти утренние часы. Восточнее 21-й параллели всех пароходов, особенно если они не имеют зенитного вооружения. Коменданты портов были предупреждены, они просто не выпускали суда в море. Потом раз, уже после полудня можно было выходить, потому что торпедоносцы в это время уже ложились на обратный курс, если они не обнаруживали целей или отстреливались. Наши, когда поняли, что целей в этот временной период нет, пытались перенести на более позднее время, но из-за того, что особенно молодые летчики при возвращении тогда, если находиться в районе целей днем, должны были на свою территорию попадать уже вечером, в вечерние сумерки. А ведь самолеты зачастую очень сильно при возвращении промахивались мимо родных аэродромов. То есть, нужно было очень хорошо знать район полетов. То есть, работа была где-то сопоставима с теми штурманскими навигационными проблемами, с которыми сталкивались экипажи дальней авиации. Естественно, район полетов от Новгородской области до Ленинграда, как они там попадали от Пскова до Ленинграда, не все могли знать, и можно было потерять самолеты просто на вынужденных посадках или в попытках приземлиться на чужом аэродроме незнакомом и так далее. Поэтому всё-таки таких попыток было мало. Были попытки вообще начать летать ночью и в лунную ночь. Но тут выяснилось, что в связи с тем, что настройка аэровысотомера происходила по атмосферному давлению. Но по какому атмосферному давлению? Тому атмосферному давлению, которое в районе аэродрома вылета. А туда, куда ты летишь за 900 километров, может быть совсем другое атмосферное давление. И аэровысотомер будет врать. А когда ты торпеду должен сбрасывать с высоты 30 метров, ошибка на 10-15 метров, она может иметь очень неприятные последствия. Поэтому ночью на лунной дорожке улетали, пытались атаковать транспорта противника только очень опытные экипажи. К счастью, потерь при этом не было, но это было буквально пару экспериментов, и тоже от них отказались. То есть, решить вот эту вот проблему с тем, что все эти атаки совершались в определённые часы, немцы про эти часы знали и не выпускали суда, эту проблему было невозможно. Дальше немцы, поскольку торпедоносцы начали действовать и днём, начали сводить суда в мини-конвои. Один пароход, например, вооружённой зенитной артиллерии, может охранять один пароход, у которого нет зенитных пушек. Процесс установки зенитной артиллерии в 1943 году только начинался на пароходы «Криксмарина», которые правили по Балтийскому морю. И уже в 1944 году почти все, кто принимал участие в войсковых перевозках, то или иное зенитное вооружение имели. В 1943 году ещё нет. И, наконец, в начале октября 1943 года они, немцы, последнюю меру, которая, в общем, тоже достаточно эффективной оказалась. Вот те тяжёлые плавбатареи, которые несли дозор на заграждение «Зеигель», они были все выведены из Финского залива, поскольку внешне они напоминали пароход, а они все были из теплохода в голландской постройке, там по 400-500 бруторегистровых тонн перестроены. Как бы из них попытались создать ловушки для самолётов. То есть, такая плавбатарея там в Рижском заливе, который там был из любимым местом атак в Ирбенском проливе, там курсировала и одиночным порядком. Лётчик видел это дело, думал, что это одиночный пароход, выходил на него в атаку, а там фактически 105-мм орудия, 37-мм полуавтоматы, фирлинги, одинарные реликоны. И всё это начиналось с близкой дистанции по этому торпедоносцу садить. И вот именно так 27 ноября был сбит бастон капитана Петра Летуновского в Рижском заливе. Тяжёлый плавбатареи Роберт Мюллер. Лётчику удалось посадить на воду этот самолёт. Он был подобран латышскими рыбаками. Но у рыбаков не было других вариантов, кроме как вместе с уловом сдать советских лётчиков в Рижском порту немцам, где они базировались. И есть документы о том, что Летуновский попал в плен. Долгое время его судьба не была известна. Собственно, в карточке немецкой военнопленного зафиксировано, что 3 июня 1944 года он не пойман после побега из концентрационного лагеря. Но он так и числится до сих пор пропавшим без вести. И по воспоминаниям другого лётчика, который сидел вместе с ним в этом лагере военнопленных, что это была четвёртая или пятая попытка Летуновского бежать. И его предупредили после предыдущей, что если ты ещё раз побежишь, то будешь расстрелян при попытке в бегство без суда и следствия. И по данным этого лётчика, фактически Летуновский при этом побеге через один или два дня его выдали. Это был лагерь на территории Польши, его выдали поляки. И всё-таки ему побег совершить не удалось, он был убит сразу после того, как был пойман, был расстрелян. Не кино-то 34? Нет, совершенно нет. Другой судьбой была у Александра Разгонина, у которого самый был успешный, у которого три торпедированных цели за 1943 год. У него, к сожалению, 16 ноября, у него полёт был на Ил-4, уже порядком изношены были эти машины к концу 1943 года. В общем, попав тяжёлые метеоусловия, началось, видимо, обледенение самолёта и отказали моторы. Ему удалось совершить вынужденную посадку на территории противника, но не удалось избежать плена. Он сидел в лагере для военнопленных до марта 1945 года, когда бежал из плена, влился в состав частей Красной Армии, до мая 1945 года продолжал воевать, видимо, рядовым бойцом. Потом прошёл фильтрацию, вот тем из наших. Я с удивлением для себя иногда обнаружил в комментариях, что есть среди наших телезрителей те, кто верит действительно в сказки времён 90-х годов, времён перестройки, о том, что всех военнопленных там расстреливали, отсылали на 10 лет, на Колыму и так далее. Вот я в ходе своих лекций рассказывал про героя Советского Союза Лисина, командира подводной лодки С-7, который после финского плена был командиром дивизиона подводных лодок Тихоокеанского флота со всеми наградами и своими регалиями и прочими. И вот Александр Разгонин тоже, он узнал по возвращению из плена, что он был в начале 1944 года награждён званием Героя Советского Союза. Ему все эти награды были вручены. И Юрий Бунимович, он был награждён званием Героя Советского Союза, но, к сожалению, и он не дошёл в строю до Дня Победы. В январе 1944 года он разбился в катастрофе. То есть, все лётчики, которые добились успеха в ходе 1943 года, летая на полёты на свободную охоту, они, к сожалению, все уже в следующем году участие в боевых действиях не смогли принять. При этом, в общем-то, сама смертность торпедоносцев была относительно небольшой, как я говорил, было потеряно всего пять самолётов, и, в принципе, на одну потерю приходилось 46 боевых вылетов. Это один из самых низких показателей вообще по родам нашей авиации за все периоды Великой Отечественной войны. То есть, полёты были достаточно успешными, но, конечно, надо признать, что вот эти полёты торпедоносцев не смогли в полном объёме заменить действия подводных лодок, они не заставили немцев свести свои суда в конвой, как это заставили подводные лодки годом раньше. И немецкое судоходство по Балтике, тем более у берегов Швеции, осуществлялось фактически без серьёзных осложнений. Ну, это же логично иметь 13 даже не боевых, а просто 13 самолётов, которые могут нести торпеды. Это очень сложно устраивать. В июне, в июле, в августе было восемь этих самолётов. Это меньше, чем подводных лодок было, собственно говоря. Восемь Ил-4, и ещё там было три ДБ-3Б. И вообще за весь 1943 год на пополнение первого гвардейского полка прибыло всего восемь Ил-4, причём три прибыли из Запа, т.е. уже были изношены порядком. И только пять было от промышленности. И если бы не поставки бастонов, я не знаю вообще, что было бы с этой частью. Позже она практически за исключением одной эскадрильи, но две эскадрильи других были на бастонах. Вообще обращает внимание состав, то, что вы упомянули, то, что ударных машин очень небольшое количество. Ну, и опять же, действовать в районе Зигеля. Тут напрашивается такой момент, что должен был самолёт вроде немецкого БФ-110 с мощным вооружением наступательным, при этом с хорошей дальностью полёта, с маневренностью, со скоростью приличной, чтобы действовать и в качестве ударной машины работать по этим небольшим судам, которые прикрывали от заграждения, и одновременно мы, которые могли бы постоять за себя в воздушном бою. К сожалению, у СРКК таких самолётов было убывающее малое количество, они не совсем к тому же соответствовали нормам, но Петри имею в виду, и они, по-моему, все шли уже строго на Северный флот прикрывать конвои. Ну, когда будем рассказывать про Северный флот, там был определённый опыт и попытки использовать Петри в 1943 году против конвоев, которые ходили у северных берегов Норвегии, в том числе стрельба неуправляемыми реактивными сорядами, там РОВ-132, но позже их стали использовать для обеспечения групп торпедоносцев, но в бою с одномоторными истребителями, которые немцы использовали для прикрытия конвоев, конечно, пока ещё там немцы 110-е, ещё у Петри какие-то шансы были. Против 109-х у Петри не было вообще никаких шансов, и они, в общем, с этой работой были сняты, они уже дальше занимались только прикрытием союзных конвоев. Ну, на Балтике-то не было истребителей немецких, хорошо было бы попробовать, наверное. Ну, немецких вот именно истребителей Люфтваффе в 1943 году над Финским заливом не было, но были финские Мистершмитты Г-2, от которых легче, к сожалению, не остановилось, и вот эти вот перехваченные именно три торпедоносца финскими истребителями, они все были перехвачены финскими Мистершмиттами. И, кстати говоря, вот первый из них, лётчик Кобелова, который был сбит в июне 1943 года, его перехватила пара финских Мистершмиттов над Карельским перешейком, ну, вот буквально чуть-чуть ему оставалось долететь до Ленинграда, ответным огнём воздушного стрелка из самолёта Белова, один из них был сбитый, и погиб финский лётчик, имевший семь с половиной, ну, по финской системе учёта побед, там, прапорщик Ютила, по-моему, фамилия. Вот, то есть, ДБ-3 постоял за себя, из двух атаковавших Мистершмиттов сбил одного. Даже в этом вот проявлялся профессионализм лётчиков миноторпедной авиации, многие из которых, вот, с тех, кто воевал в 43-м году, воевали там, ну, если не с 41-го года, а не с начала войны, то с начала 42-го года, когда полк был первый миноторпедный пополнен за счёт тех, кто летал на МБР, там много очень было их потеряно в 41-м году, эскадриллы расформированы, а лётчики попали служить миноторпедную авиацию, то есть, лётчики ещё с довоенной подготовкой, и вот эта вот довоенная подготовка проявилась. Можно только сожалеть, что действительно самолётов было очень мало, был один-единственный миноторпедный полк, и до 29-го сентября, до 4-го завершающего квартала летало только вот этих вот восемь, уже и из Мочалинах дальше некуда, и у четвёртых. Только вот с 29-го сентября начались полёты на Бастунах. Да, это ещё раз напомним, 43-й год, не 41-й, не 42-й. Да, поэтому, конечно, ждать больших результатов при таких капиталовложениях не приходилось. Теперь поговорим, значит, о том именно, о чём сказал Михаил, кто должен был сражаться против кораблей на заграждении «Зигель», это был не «Мессершмитт-110», и даже не «Петри», это был наш штурмовик «Л-2». О всех достоинствах и недостатках этой машины. Как самолёта для атаки морских целей я постарался рассказать в предыдущей лекции, сейчас буду говорить только о результатах. В ответ на вот эту накачку из Москвы о том, что слабо ВВС поддерживает прорыв подводных лодок, была реакция со стороны штаба Балтийского флота, ещё в мае была сформирована авиагруппа островной военно-морской базы. То есть, на Лавенсаре базировался вот этот вот 71-й краснознамённый полк на истребителях И-153, и одна эскадрилья на И-15 БИС ночная, и одна эскадрилья на У-2. Вот это вот сделали авиагруппой островной военно-морской базы. Но понятно было, что попытки использовать против кораблей с современным зенитным вооружением истребители И-153 вот в мае 43-го года, ну и Ил-2, ну и И-153 там тоже летали много, каждый имел две 50-килограммовых бомбы. В общем, ничего хорошего, кроме потери этих И-153, не дали. Тем более, что регулярно им приходилось вступать с финскими перехватчиками, в том числе с мистершмиттами, в бой. То есть, несла авиация потери. Поэтому в июле вот эта вот вся группа была переформирована. 71-й полк, который к тому времени стал 10-м гвардейским, был отведён в тыл для получения лавочкиных новых. На его место пришёл 13-й истребительный авиаполк, который вот входил как раз в состав этой 9-й штурмовой авиабригады с июля дивизии. И был усилен эскадрильями Ла-5 из состава 3-го гвардейского истребительного авиаполка, которые, ну, в общем, там зубры были, самые лучшие лётчики Балтийского флота, там Василий Голубев и другие. Был построен аэродром на острове Сискар, куда перевели 2-ю эскадрилью 7-го гвардейского штурмового авиаполка. Этой эскадрильей с конца 42-го года до весны 43-го года командовал небезызвестный Нельсон Степанян. Потом он ушёл на повышение командовать штурмовым авиаполком на Чёрном море, и после него эскадрилью принял капитан Михаил Михайлович Романов. Личность очень интересная, я проследил его по документам. И вот эта канонерская лодка финская, которую 2 мая потопили, он был ведущим группы. И другие значимые победы в 43-м году, все в основном были связаны с его именем. Но при этом последнее его награждение было датировано апрелем 43-го года. Больше его почему-то не представляли. В сентябре 43-го года он ушёл в учебный авиационный полк командиром эскадрильи. И, к сожалению, в апреле 44-го года погиб в катастрофе в этом учебном полку. А его преемник на второй эскадрильи, которому были записаны в том числе некоторые вылеты в качестве ведущего группы, где фактически выполнял Романов, Фоменков, старший лейтенант, он уже в конце 43-го года был представлен к званию Героя Советского Союза и получил его. Романов не был. Он так и остался с двумя орденами боевого красного знамени. Но наиболее значимые победы штурмовиков 43-го года связаны именно с его именем. И вот эта эскадрилья, в состав которой входило всего 10 Л-2, которая базировалась на острове Сискар, она практически на протяжении июля-августа составом четверки, реже шестерки, вылетала и атаковала почти каждый день немецкие корабли на заграждении за Игель. Но результат уже был более лучшим, чем тот, который был в апреле и мае 1943-го года. В общей сложности им удалось шесть немецких кораблей повредить из них, а один был поврежден тяжело. Это 1 августа немецкий тральщик М-15, который на полтора месяца ушел на ремонт в Германию. В результате одного удачного попадания 100-килограммовой бомбы, бомбы большего калибра в тот момент штурмовики не использовали. В общем, в результате одного удачного попадания 100-килограммовой бомбы у него была очень сильно разрушена носовая часть и погиб командир 3-й немецкой флотилии тральщиков, командир всего дозора на заграждении Игель. Он и возглавлял смену дозора в эти конкретные сутки, и вообще он руководил всей дозорной службой на этом. Вот он погиб в результате этого. И группу эту как раз из четырех самолетов, которые в утренних сумерках атаковали отряд немецких тральщиков, как раз возглавлял командир наш капитан Романов. Значит, основные действия штурмовой авиации начались после 22 августа, когда уже завершилась операция Брусилов на Синявинских высотах, к сожалению, завершилась не в нашу пользу, но так или иначе это дало возможность переключить главные силы 7-го штурмового полка и новосформированного 35-го полка, уже двух штурмовых полков, бросить их на дозор против заграждения за Игель. И тогда там началось до 5-7 вылетов от 4-6 штурмовиков на протяжении суток, когда дозор многократно подвергался ударам, и это сразу дало результаты, потому что уже 25-го августа был поврежден один немецкий тральщик, а 29-го августа два немецких тральщика, причем один настолько тяжело, что тоже на два месяца ушел в Германию. Из восьми тральщиков крупных, которыми обладала третья флотилия, которыми обладали немцы в Финском заливе, в тот момент они были именно, так сказать, гвоздем программы в этих всех дозоров, к концу августа вышло из строя ровно половина, 4 из 8 кораблей находились на ремонте. И 29-го августа командующий немецкими тральными соединениями контр-адмирал Бёмер, который руководил вообще все действиями крикосмарина в Финском заливе, принял решение. Этому предшествовала неудачная для него попытка договориться с финнами об организации истребительного прикрытия немецких дозоров. Финны, хотя во второй половине августа они провели целый ряд боев с самолетами Балтийского флота, в том числе и теми, которые летали для ударов по немецким дозорам. И вроде бы как бои эти завершались в пользу финнов. Они потеряли два мистершмитта, а сбили, по-моему, то ли пять, то ли шесть наших самолетов, что подтверждается документами. Несмотря на это, финны выдохлись, видимо, в этих всех боях, потому что командующему немецкими тральщиками они ответили, что вы знаете, финский залив – это не то место, к которому мы проявляем интересы. И наши истребители не будут на регулярной основе прикрывать ваши корабли. Типа договаривайтесь с Люфтваффе. А Люфтваффе вообще не имело на тот момент никаких ни истребителей, ни бомбардировщиков, которые могли бы принять участие в боевых действиях над Финским заливом. И, короче говоря, Бемеру ничего не оставалось иного, кроме как 29 августа отдать приказ, что в дни с хорошей летной погодой тральщики уходят под защиту зенитных батарей острова Большой Тютерс или отстаиваются в Шхерах в районе Котки. И только когда ограниченная или вообще не летная погода, они несут службу там, где положено. Но это в дневное время. Ночью они вдоль заграждения Зигель разбивались, стояли парами, чтобы предотвратить прорывы наших торпедных катеров. Такая оговорка. Вот. И, в общем, действия были достаточно успешными. В отличие от действий, вот попытались 1 августа, как раз в тот день, когда по расчетам подводной лодки, посланные в разведоперацию С-9 и С-12, должны были подойти к заграждению на схорм, послали четыре пешки без истребительного прикрытия из Ленинграда с обратной посадкой на Лавенсари. Вот. На, можно сказать, максимальную дальность полета. Они долетели до заграждения на схорм, отбомбились по немецкому дозору, легко повредили тральщик. Но при обратном возвращении были перехвачены пары финских мистершмиттов. В общем, в конечном итоге только один из четырех самолетов в поврежденном состоянии приземлился на Лавенсари. Три остальных были сбиты без, к сожалению, ответных потерь. Что еще раз показало, что, в общем, воздушная угроза над Финским заливом достаточно серьезна. Вот. Ну, и вот именно включение штурмовой авиации, вот обоих штурмовых полков после 22 августа позволило уже к началу сентября создать и вот это приведшее решение немецкое об отказе от патрулирования в дни слетной погоды, создали выгодные условия для выполнения той части директивы наркома ВМФ, где говорилось об организации тралления на заграждении за Игель на Гагландском Плёсе. Иначе как бы его тралить, если бы с той стороны заграждения стояли бы немецкие тральщики, каждый из которых был вооружен двумя 105-мм орудиями, не считая там малокалиберной всякой артиллерии. Вот. И продолжались эти действия в сентябре. Причем, если днем атаковали штурмовики, то в период Белых ночей посылались МБРы со 100-килограммовыми бомбами. И вот 15-го сентября одному из МБРов, к сожалению, мне не удалось установить, кто это был, какой летчик им управлял, потому что ни один из четырех вылетов МБРов в ту ночь не считался успешным. А фактически он попал 100-килограммовой бомбой в тяжелую немецкую плавбатарею, которая после этого в течение 15 минут утонул. Крупный корабль сравнительно погиб от попадания 100-килограммовой авиабомбы. Хорошего качества бомба была. Да. Хорошая. Потому что случаи, к сожалению, невзрыва попавших авиабомб достаточно много. Огромные. И самые успешные, кроме того, периодически предпринимались попытки нанести удары по портам. В ночное время их бомбили с большой высоты небольшие группы СБ, пока они еще были, ДБ-3. Это часто увязывалось с минными постановками. То есть сбрасываются мины, а кто-то для отвлечения сбрасывается бомбы. Вообще в целом, да, чуть не забыл сказать про мины, что постановка мин во втором полугодии 43-го года, в отличие от полетов торпедоносцев, была не такой успешной. Было сброшено порядка 300 мин, подавляющее большинство неконтактных, но к тому времени противник уже был на чеку. Немцы перебазировали в Финский залив эскадрилью самолетов-тральщиков. Известная такая конструкция. Очень прикольно смотрится. Да. Ну, покажем тоже фотографию этого юнкерса 52-го, самолет в круге. Которые, летая на низкой высоте, вызывали срабатывание донных мин и фактически, летая каждый день над фарваторами, после наших постановок, хотя уже донные мины ставились и с приборами срочности, и с приборами кратности. То есть прибор кратности не на первый проход корабля или проход тральщика реагирует, а до шести импульсов. То есть под шестым может сработать. Прибор срочности, то есть не с момента постановки мина готова взорваться, а там по прошествии нескольких суток. Все это было призвано затруднить работу вот этих вот тральщиков. Но немцы, просто используя вот эти вот самолеты, ну для самолета сделать там шесть кругов это не то же самое, что для тральщика сделать. То есть эффективность тралления намного повышалась, и каждый день, совершая вот эти вот пролеты, они перекрывали вот эти вот все приборы срочности, и все равно подрывали большинство мин, которые становились на фарватере. Поэтому успех, он был, конечно, уже не пропорционален тем трем сотням мин, которые были выставлены с воздуха. Значит, подорвался финский ледокол СИСУ, который использовался в качестве плотбазы подводных лодок, но шедшие с ним две финские подводные лодки, к сожалению, не пострадали. Подорвалось в январе 44-го года одно судно из тех мин, которые были поставлены в 43-м году, и подорвалась немецкая быстроходная десантная баржа на входе в Таллинн, и еще можно прибавить немецкий, то есть финский пароход, который пошел по обходному фарватеру, чтобы обойти загражденный минными район, напоролся на подводную скалу и утонул. Тоже будем считать это результатом наших минных постановок, но в целом, конечно, непропорционально затраченным усилиям. Но это я отвлекся. Кроме этого, были еще удары по портам периодически, и самый успешный был 4 ноября 43-го года, уже под занавес компании, когда 15П2, массированный удар сравнительным, то есть весь практически исправный состав 73-го полка нанесли удар по порту Котка, куда буквально за два часа до этого пришла целая смена заграждение «Заигель». Это 8 тральщиков и охотник. Флаг «Ягеры» так называемые были, как это правильно, ну, фактически охотник за самолетами или охотник ПВО. Были такие два крупных корабля в составе третьей немецкой флотилии «Тральщиков», которые потом один из них даже достался нам по разделу «Криксмарина» с хорошим зенитным вооружением, что тоже помогало немцам отражать атаки нашей авиации на «Заигеля». И вот внезапно эта атака ПИ-2 имела очень неплохой результат. Ну, во-первых, один «Тральщик» получил попадание ФАП-250 в носовую часть, и ему её оторвало. Корабль не вышел из ремонта до конца войны, поэтому можно считать его потерянным. Другой «Тральщик» получил попадание неразорвавшейся бомбы, о чём мы говорили, что, видите, 50 на 50 получались попадания взорвавшимися и неразорвавшимися. Кроме этого утонул финский буксир, финская баржа, и финский минный загородитель получил повреждения от близких разрывов бомб, там даже мины за борт попадали с него. То есть, в общей сложности наша авиация уже добивалась серьёзных успехов. Уже хронологически время дошло до рассказа о таком, в общем, квинтэссенции, можно сказать, или кульминации всех действий 1943 года – это траление этого самого заграждения «Заигель», порыв через голландский рубеж». То есть, действительно, такая проба сил мощная, которая показала, что Балтийский флот может. С 4 сентября был первый выход на траление этого заграждения. Значит, всеми этими действиями руководил командир островной военно-морской базы, контр-адмирал Жуков. Не путать. Генералом армии Жукова. Он командовал Одесским оборонительным районом в 1941 году, то есть, руководил 73-дневной обороной Одессы. Позже он был замкомандующего Черноморским флотом по обороне Севастополя и отражение первого штурма в значительной степени его заслуга. Позже он командовал военно-морскими базами на Черном море и в 2003 году был переведен на Балтику и возглавил островную военно-морскую базу, которую в апреле 1943 года создали из сектора Кронштадтской базы. И я считаю, это назначение было очень удачным, потому что видно, что это волевой адмирал, который нормально организовал работу и добивался от подчиненных выполнения всего положенного. Значит, два дивизиона катеров-тральщиков из состава бригады траления непосредственно они должны были выполнять главную задачу. Для того, чтобы обеспечить их действия, практически весь боеспособный состав бригады торпедных катеров был развернут. Были присланы в качестве кораблей артиллерийской поддержки строжевой корабль «Туча», канонерская лодка «Кронштадт», бывшая лайна. Позже их сменили на два тральщика типа «Фугас». Но фактически в артиллерийский бой эти корабли так ни разу с немцами, с немецким надозором и не вступили. И, значит, вперед, как говорится, и с песнями пошли на этот «Зигель». Первое, с чем пришлось нашим столкнуться, это с бешеным просто противодействием немцев огнем береговых батарей. На Большом Тютерсе была батарея из шести 155-мм французских орудий и 88-мм батарея, которая тоже находилась у восточного берега и тоже вела огонь. Там по несколько сотен снарядов за день траления не выпускали. Если траление шло по тому фарватеру, который был ближе к Тютерсу, если шло траление по фарватеру, который был ближе к Кургальскому полуострову, который с востока как бы Нарвский залив окаймляет, то там противодействие оказывала железнодорожная батарея «Бисмарк», которая была укомплектована тремя 152-мм орудиями КАНЭ, трофеями Красной Армии. Они, в свою очередь, попали в Красную Армию из армии прибалтийских государств в 1940 году. И была там еще стационарная 150-мм немецкая батарея. В общем, к какому бы берегу мы ни шли, наши попадали под огонь береговых батарей. И метод борьбы был только один – постановка дымовой завесы. Дивизионы малых охотников, которые тоже обеспечивали катера-тральщики, вставили дымовые завесы. В общем-то, довольно эффективно, но даже близкими разрывами снарядов 150-мм тяжелых. В общем, почти каждый случай, когда тральное соединение попадало под огонь береговых батарей, там 15-20 раненых было на катерах-тральщиков. Хотя прямых попаданий не было ни одного. Бывало, что осколками пересекали травы. Естественно, большое количество затраливаемых мин. И, как правило, до конца, как говорится, рабочего дня тральную операцию никто не вел. Ее приходилось завершать раньше. По той простой причине, что либо заканчивались просто дымовые шашки прикрываться от огня береговых батарей, либо заканчивались тралы, которые все были перебиты, потому что почти никаких немецких мин не удавалось затраливать в штатном режиме. Мины, как мы говорили в предыдущих лекциях, оснащались противотральными средствами, вот этими трубками КАА, и при попытке стащить мины трал, происходил взрыв мины, который трал перебивал. Надо было трал менять. Катер-тральщик водоизмещением 15-17 тонн – это не тот корабль, на котором можно иметь большой запас тралов. То есть, меняли два-три раза, все. После этого тралы заканчивались, траление приходилось перекращать. То есть, противодействие было очень большим. Но это не значит, что мы там… Как мне написал кто-то в комментариях, что Балтийский флот, по мнению лектора, был какими-то терпилами. Нет. Балтийский флот не был терпилами. Балтийский флот противодействовал активно. Вот это вот 2-я эскадрилья 7-го штурмового полка, которая находилась на острове Сискар. Кстати, забыл заметить, что развертывание аэродрома на острове Сискар очень сильно сократило подлетное время. Там всего-то было 75 км до острова Большой Тютерс и где-то 95 км до Котки. Вот эта вот эскадрилья, она находилась непосредственно в распоряжении Жукова на Лавенсаре и подчинялась его командам. Она резервировалась для нанесения ударов по немецким кораблям, если те попытаются помешать тралению. А главные силы ВВС Балтийского флота, то есть 7-й и 35-й штурмовые полки, основной состав, который находился на аэродромах Раненбаумского плацдарма, должны были наносить удары по батареям на Кургальском полуострове и на острове Большой Тютерс. И они наносили удар. Потому что уже буквально через 3-4 выхода немецкие батареи уже сильно сократили свое противодействие. Были потери и в личном составе батарей, и были разбиты приборы управления огнем. То есть точность немецкого огня резко пропала. И очень часто уже после этого пассивно достаточно вели огонь батареи, когда наши выходили на траление. И вот 4 сентября это все началось. И кульминацией первого этапа траления стал 14 сентября, когда первый раз немецкие надводные корабли, то есть немецкие тральщики, которые находились позади заграждения «Заигель», попытались предпринять атаку трального соединения. Поскольку наши уже практически «Заигель» прорвали, прошли катера тральщики. И вот три немецких тральщика отправились в атаку. А там произошла у нас небольшая накладка, что вела огонь немецкая береговая батарея. Почему-то главные силы самолета от главных сил ВВС Балтийского флота не прилетели. Наверное, плохая погода была над аэродромами. И Жукову пришлось отправить эскадрилью, которая была в его распоряжении, Л-2, на подавление батареи большого тютерса. И когда вот эти вот три тральщика появились на горизонте и пошли на наши катера тральщиков, введя огонь каждой из двух 105-мм орудий, что маяков в его распоряжении не оказалось. Боеготовых, да. Они появились уже позже. В тот момент они вернулись только с боевого вылета, и надо было их подготовить к следующему. Возник вот этот вот как бы разрыв, прикрыть. То есть, группа артподдержки находилась в районе Лавенсари далеко. Чем можно было прикрыть? Можно было прикрыть только торпедными катерами. На Лавенсари было две группы из трёх торпедных катеров. Я не знаю, почему не вышла вторая. Первая группа из трёх катеров типа Г-5. По причине изношенности моторов и по погодным условиям, если штатно Г-5 должен был давать 51 узел, фактически они шли в атаку на скорости 34 узла. Гораздо меньше. В общем-то, эта скорость ещё обеспечивала выпуск торпеды, потому что мы помним, что у катера типа Г-5 торпедные аппараты в корме, и он, выпустив свои торпеды, должен потом от торпеды отвернуться. Она не должна его догнать и ударить самого. Там были случаи у катеров с изношенными моторами на Черноморском флоте, когда катер получал попадание собственной торпеды, только что с собой выпущен. Но вот на Балтике в этом эпизоде скорость их ненамного. То есть, очень сильно они потеряли в скорости. И, видимо, именно по этой причине, ну и вторая причина была то, что три немецких тральщика атаковало всего три торпедных катера в соотношении один к одному, а по огневым возможностям понятно, что оно несопоставимо. В общем, это дало возможность немцам по этим торпедным катерам открыть прицельный огонь. И катер ТК-95 получил попадание и начал тонуть. Два других катера выпустили торпеды с большой дистанции, ни во что не попали, а немцы дошли до этого ТК-95, и тут произошел эпизод. Я, честно говоря, затрудняюсь его однозначно оценить. В общем, на суд зрителей его выношу. Вот что написано непосредственно в немецком донесении. Около зигзагирующего остого катера были замечены в воде шестеро спасшихся и несколько трупов. При приближении М-22, это тральщик немецкий, двое из числа спасшихся были застрелены из пистолета комиссаром. Трое оставшихся были спасены только потому, что комиссар был убит огнем ручного оружия с тральщика. Среди принятых на борт оказался командир катера, старший лейтенант. В отчете уже за 1943 год адмирала Бемера пишется не о том, что он был застрелен, но имеется в виду комиссар, а пишется о том, что он покончил жизнь самоубийством. Как бы вот такой вот еще нюанс. Но фактически, конечно, никакого комиссара на торпедном катере, где экипаж семь человек, быть не могло. Фактически на борту М-95 находился командир отряда торпедных катеров капитан-лейтенант Михаил Васильевич Разгуляев. Что там фактически произошло, мы, конечно, не знаем, но факт остается фактом, что люди немцам в плен сдаваться не хотели. Было ли это принудительным или добровольным решением? Было ли это вообще? Архиве или немцы просто, как говорится, приукрасили это все событие? Это точно, наверное, может и есть где-то в архиве, может быть и нет. Но вот такой вот эпизод имел место и периодически он всплывает в обсуждениях на интернет-форуме, поэтому надо знать все нюансы его. Я думаю, что я их обозначил. Ну и действительно командир торпедного катера старший лейтенант Михеев Павел Петрович попал в плен. И есть его фотографии на борту немецкого тральщика сразу после пленения. Информации о том, что он вернулся из плена, к сожалению, нет. Кто-то вернулся, наверное, из экипажа этого ТК-95. Может быть, при фильтрации где-то и есть показания в центральном архиве ФСБ о том, что там фактически произошло на борту ТК-95 после того, как он был подбит. Но в любом случае я считаю, что наши катерники в этом бою ввели себя геройски и в плен сдаваться не хотели. Сделали все, в общем, что от них требовало воинский долг и присяга. Но на этом траление за Игеля не закончилось. Оно продолжалось до 4 ноября. В общей сложности было произведено 24 тралленных выхода, вытраллено 227 мин и 33 минных защитников. Был полностью протрален фарватер номер 107, который был вдоль берега Кургальского полуострова. И частично протрален фарватер 215, который был ближе к Большому Тютерсу. И полностью были вытралены все мины в маневренных районах номер 2, 3 и 77. Это районы, которые находятся восточнее Большого Тютерса и Гогланда. То есть те районы, где если бы действительно производилась бы десантная операция на эти острова, а на эти острова должны были разворачиваться корабли артиллерийской поддержки. То есть был выполнен, в общем-то, довольно большой объем работ. Значит, немцы, вот если в сентябре еще была достаточно хорошая летная погода, и был только один единственный эпизод, когда немцы попытались помешать траллению при помощи надводных кораблей, значит, в октябре и начале ноября они предприняли целый ряд таких попыток. Конкретно пять боев состоялось. Результаты в каждом случае были разными. Но в бою 30 октября они потопили два наших торпедных катера огнем тральщиков в дневном бою. И 2 ноября, это повторилось, к сожалению, еще два торпедных катера от артиллерийского огня были потеряны. Чуть позже я остановлюсь на подробностях. Значит, самое главное, что нам удалось этот Зигель протралить, проделать через него эти фарватеры. И немцы никак не могли этому помешать. Вот в отчетных документах, которые писал Бюнер, там говорилось о том, что мы ничего не можем сделать против русского тралления, поскольку в нашем распоряжении нет люфтвафф совершенно. Эту задачу нужно поставить перед ударными самолетами люфтваффа, чтобы они разгромили русские тральные соединения. Или на худой конец пусть выделят истребители, которые могли бы прикрыть от атак штурмовиков, тогда мы бы своими тральщиками смогли бы перетопить. А так любая попытка подойти сразу же встречает противодействие. Русские вызывают штурмовую авиацию. А любой налет штурмовиков, он чреват тяжелым повреждениям корабля. А из Германии корабли новые на пополнение не присылают. Мы можем ремонтировать только поврежденные. И хорошо, если они получают легкие повреждения. А если уже тяжелые повреждения, отсылка на ремонт в Германию на пару месяцев, уже серьезно ослабляет состав флотилии. В начале октября вторая флотилия тральщиков прибыла в Финский залив. Но даже в сумме это всего 16 кораблей из двух флотилий. И вот они поделились на две смены по 8 кораблей. И, в общем, несли службу на Зиигеле. Но постоянно эти смены были неполные, потому что так или иначе их тральщики несли повреждения. В основном, конечно, не очень серьезные. Но бывали случаи с выходом на 1,5-2 месяца. В силу этого он сказал, что он предотвратить прорыв русских через Зиигель не может, несмотря ни на что. Ставить мины новые, усиливать Зиигель, он написал, смысла в этом никакого нет. Потому что помешать русским катерам-тральщикам, которые имеют там осадку около метра, могут только мины, которые плавают на поверхности. Такие мины будут видны просто с этих кораблей. Но действительно, немцы потом в сентябре и октябре произвели две минные постановки при поверхностных вот таких вот мин. И действительно, для борьбы с ними уже использовали шлюпки, которые спускали с катеров-тральщиков. Они приходили, подплывали к этой мине, приделывался к ней подрывной заряд, и подрывалась она в рукопашную, а не методом тралления. В этом немецкий адмирал был прав, что никакого смысла... Ну и вообще, в принципе, количество мин, которые немцы выделили для ведения войны в Финском заливе на 1943 год, там порядка 10 тысяч, оно в основном было исчерпано еще весной, когда ставили Носхорн, вот этот вот многоярусный против подводных лодок, и усиливался Зиигель. Уже на осень просто никаких запасов мин не оставалось, и они в основном ставили наши же трофейные мины 1912 года, которые одалживали у финнов для того, чтобы усилить Зиигель в октябре 1943 года. И, кстати говоря, наша трофейная мина отомстила немцам в одном случае. При постановке с немецкого Раумбота она сразу взорвалась за кормой, и, в общем, Раумбот на полгода вышел из строя после этого подрыва. Таким образом, вот это вот закончилось на позитиве. Ну да, надо, правда, отметить, что при прорыве этого заграждения Зиигель понесли мы определенные потери. Было потеряно пять торпедных катеров в трех неудачных боях, все от огня немецких тральщиков. Было потеряно два малых охотника и два катера тральщиков в результате подрывов на минах. Ну и уже в завершении я скажу буквально пару слов о действиях наших подводных лодок типа «Малютка». Поскольку если крупные подводные лодки с августа месяца были уже отставлены от того, чтобы дальше действовать, то «Малютками» как бы трибуцу, который вообще не хотел подводные лодки отправлять в Финский залив, пришлось пожертвовать. Но они же не должны были форсировать сетевое заграждение, они должны были действовать в Финском заливе. И из Москвы четко контролировали, что «Малютки» должны вперед пойти в поход. И вот, начиная с июля по октябрь 1943 года, три подводные лодки типа «Малютка» 12 серии, которые всего оставались у Балтийского флота, это М-90, М-96 и М-102, они осуществили пять боевых походов. Причем в этих боевых походах, кроме ведения разведки и попыток выхода в торпедной атаке на немецкие корабли, которые несли службу на «Зиигеле», они еще совмещались с высадкой разведывательных групп, которые должны были собрать информацию про десантной обороне на островах Гогланд и Большой Тютерс. И вот буквально хотел бы рассказать об одном единственном походе подводной лодки М-102, который был в октябре 1943 года, поскольку этот поход, на мой взгляд, является одним из наиболее драматичных вообще походов всех советских подводных лодок за время Великой Отечественной войны. Подводная лодка вышла в боевой поход в ночь на 3 октября. Утром 3 октября при форсировании загораждения «Зиигель» она подорвалась на трубке КА противолодочной мины типа ОМА с весом взрывчатого вещества 30 кг. Последующий анализ показал, что расстояние от палубы подводной лодки до мины составляло где-то 10-12 метров, не более туго. Поэтому малютка, которая имела меньшую прочность, чем лодки средних и больших типов, она получила достаточно ощутимое, ее встряхнуло от этого взрыва, спружинил верхний рубочный люк, пропустив некоторое количество воды. Вышли из строя многие электроизмерительные приборы, заклинили механизмы, но экипаж быстро устранил эти повреждения. Но на следующий день боевого похода экипаж столкнулся с повреждением, которые они устранить, будучи на боевой позиции, никак не могли. Выяснилось, что взрывом мины была сильно повреждена верхняя головка перископа. Перископ на подводной лодке типа малютка был только один. На средних и больших лодках два перископа. Здесь только один, и эта оптическая система была разбита, и внутрь перископа попала вода, он потерял герметичность. Пользоваться им было невозможно. Выход из строя перископа единственного для подводной лодки типа малютка – это стопроцентная уважительная причина для возвращения на базу. Командир посовещался с личным составом, и личный состав заверил товарищ командир, мы готовы выполнить боевую задачу, несмотря на это. И командир, а командиром подводной лодки М-102 являлся капитан-лейтенант Николай Лесковой, который буквально лишь в апреле 1943 года был переведен с Тихоокеанского флота. Он год до этого командовал подводной лодкой типа малютка на Тофе. До этого был дивизионным специалистом. В общем-то, боевой опыт его можно было считать довольно-таки ограниченным. Но, тем не менее, вот он, посовещавшись с экипажем, принял решение остаться на позиции и продолжить действовать. Но единственная возможность для того, чтобы торпедировать корабли противника, это надо было ночью действовать в надводном положении, атаковать врага из надводного положения. Причем речь шла не о каких-нибудь слабоохраняемых конвоях в Атлантике. Речь шла о немецких тральщиках, которые в ночное время находились на позициях прослушивания с гидроакустическими станциями, благодаря которым они обнаруживали движения наших подводных лодок или торпедных катеров, которые по ночам форсировали заграждение за Игель и пытались эти дозоры атаковать торпедами. И при первой попытке атаковать тральщики она была ими обнаружена, обстреляна и успела спастись с срочным погружением. Причем немцы даже не поняли, что это была подводная лодка, они считали это торпедным катером. Далее, когда возникли подходящие погодные условия, они не в начале погоды возникли, подводная лодка в ночь на 11 октября высадила разведгруппу на берег острова Большой Тютерс. Но высадка этой разведгруппы, про разведгруппу я чуть-чуть скажу отдельно. К сожалению, успехом не увенчалось. Сейчас оба разведчика были пленены немцами непосредственно на берегу сразу при высадке. И на одном из первых допросов эти разведчики показали, что рядом с островом действует подводная лодка с отказавшим перископом, который пытается по ночам атаковать немецкие корабли. Но еще эти разведчики не успели немцам сообщить эту информацию, как М-102 попала в исключительно тяжелое положение. Дело в том, что после этой высадки разведгруппы в ночь на 11 октября при утреннем погружении на лодке не смогли закрыть верхний рубочный люк. Произошло это вследствие того, что в результате взрыва на мине часть металлических болтов, которые прижимают обжимное кольцо, которое держит резиненную часть, которая должна обжимать верхний люк при закрытии. В общем, часть этих металлических болтов при взрыве мины оказалась срезанным. И потом лодка погружалась, всплывала все последующие ночи, еще несколько болтов было деформировано и срезано. И, в общем, вот это все металлическое кольцо, которое должно было прижимать резину, резина его отжимала таким образом. Металлическое кольцо было деформировано, и оно не позволило верхнему рубочному люку закрыться, когда подводная лодка уже заполнила цистерны главного балласта. В результате подводная лодка начала погружаться, а через рубочный люк центральный пост полилась вода. Была объявлена аварийная тревога, личный состав герметизировался в отсеках, центральный пост был затоплен на две трети. Ну, то есть, грубо говоря, люди стояли по шее в воде там. К счастью, на глубине 30 метров водяной столб воды, который сверху давил на рубочный люк, прижал его плотно к корпусу подводной лодки. И дальнейшее поступление воды прекратилось. Но лодка, получив большую отрицательную плавучесть, 12 тонн воды лишних в центральный пост, она упала на грунт. К счастью, он был на глубине всего 70 метров. Потому что, я напомню, что рабочая глубина погружения подводных лодок типа «Малютка» 40 метров, а предельная 60. То есть, она провалилась за предельную для себя глубину. Но, несмотря на это, конструкция выдержала, инженер-механик, который находился за пределами центрального поста в момент аварии, он включили турбонасос на осушение центрального поста. Удалось его осушить. И после этого дали, значит, воздух высокого давления для аварийного продувания главного балласта и подводная лодка смогла всплыть. После этого это повреждение верхнего рубочного люка было ликвидировано. Но следствием этой аварии стал выход из строя всех электроприборов, которые находились в центральном посту, поскольку все они были водой замкнуты. То есть, гирокомпас, радиостанция, она потеряла возможность связаться с командованием, сообщить о том, что она продолжает действовать, где она должна была быть встречена катерами, там уточнить точку рандеву. То есть, всё, связи уже с подводной лодкой не было. Вы думаете, после этого она пошла в базу? Нет. Поскольку на подводной лодке оставались две торпеды, она свою торпедную атаку против кораблей противника не произвела. Она оставалась на позиции ещё трое суток. То есть, они погружались, поднимались. Да, да, да. Продолжая вводить в строй приборы и механизмы. И 14 октября ночью они всё-таки два немецких тральщика атаковали. К сожалению, атаковали неудачно, выпустив две торпеды. И только после израсходования боезапаса 15 октября подводная лодка, не имея связи с командованием, самостоятельно пришла на рейд Лавенсари, просигналила береговые посты, опознали её и пропустили на рейд. Вот такой вот героический поход состоялся. Ну и тут же я, не беря большую паузу, рассказал бы о действиях разведгрупп. Всего в общей сложности в 43-м году с подводных лодок пять разведывательных групп Балтийского флота было высушено. В основном они состояли из этнических финнов, как следует из документов. И вот что, собственно говоря, если не смотреть фильмы Первого канала про разведчиков, что на самом деле реально происходило... Фильмы про разведчиков вообще лучше не смотреть. Да. Как и вообще лучше не смотреть фильмы Первого канала, я понимаю, законно. Что фактически происходило? Из этих разведгрупп вернулась только одна из пяти. Как показало последующее расследование, эта группа была высажена с подводной лодки на Гогланд. Но сразу же, когда она, значит, на Гогланде оказалась, по сговору оба разведчика вывели из строя радиостанцию, ну просто решили не выполнять боевое задание. Сели на шлюпку и, значит, сообщили командованию перед тем, как уничтожить радиостанцию, уважительную причину, которую они придумали, и, в общем, была подобрена стражевым катером. Таким образом, вот она спаслась. Другая разведгруппа, которая с этой же подводной лодки, в частности, СМ-90 была высажена на остров Гогланд, она длительное время работала. Собрали они разведывательную информацию, передали 24 радиограммы из-под носа мульфинов, не были запеленгованы. Полностью отработали и получили приказ возвращаться, просидя на Гогланде почти месяц. Гогланд, я напомню, не такой уж большой остров, 12 километров с севера на юг, но, конечно, больше, чем Большой Тютерс намного. Удачно они скрывались, но при возвращении им не повезло. Они пошли на шлюпки, но попали в сильное течение. Их, в общем, снесло в район хапасарских шхер, шлюпка была выброшена на один из островов, и там они были захвачены финской береговой обороны. И, в общем, на допросах сломали волю этих разведчиков, они рассказали и о том, что были высажены с подводной лодки и места хранения на Гогланде складированного вооружения, радиостанции и прочее. Те, кто были высажены на остров Большой Тютерс, одна группа, как я сказал, с М-102, была пленена, но это уже была вторая группа, она была пленена сразу при высадке. А первая группа высадилась, но ее дальнейшая судьба вообще непонятна, от нее ни одной радиограммы не было получено. И немцы, когда они узнали о том, что на Большом Тютерсе действуют разведчики, прочесали весь остров, они нашли лагерь вот этой высадившейся первой группы, потом они обнаружили с воздуха шлюпку брошенную без людей. В общем, я считаю, что, скорее всего, попав в свежую погоду, просто шлюпку накрыло, волной перевернуло, и разведчики, которые пытались вернуться на Лавенсаре, на шлюпке просто погибли. И вообще высадка на Большой Тютерс – это что-то с чем-то, потому что остров площадью 4 квадратных километра к концу 1943 года имел гарнизон из примерно 1200 немецких солдат. Это личный состав береговых зенитных батарей и подразделений морской пехоты, которые были заняты на береговой обороне. Я вообще не представляю, как можно было на него скрытно высадиться и где там скрываться на таком крохотном острове. Грубо говоря, 2 на 2 километра. Еще один разведчик тоже при высадке с подводной лодки, он достаточно далеко подводная лодка его от берега, он пошел на шлюпки и тоже, попав в течение, был снесен и вынесен течением к совсем другому острову, где тоже попал в руки финнов, после чего был допрошен и расстрелян. В общем, кроме одной разведгруппы с Гогланда, которая не стала выполнять боевую задачу и вернулась, все остальные разведчики, к сожалению, погибли. Вот таковы реалии того, что происходило с этими разведгруппами. Ну и уже завершая свой, наверное, затянувшийся рассказ, я хотел бы сказать, что в целом за 1943 год за компанию в Финском заливе Балтийский флот потерял 3 корабля и 21 катер. Немцы с финнами потеряли 9 кораблей 3-го ранга и 6 катеров. Еще 8 кораблей получили сравнительно серьезные повреждения. Кроме того, о чем я рассказал в лекции, уже просто время поджимает, я не буду подробно рассказывать. Были успехи у наших торпедных катеров, которые потопили в ночной атаке. Финский минный загородитель Риалахти корабль, который очень нам сильно насолил и в 1941 году, когда ставил поле Юминда и в 1943 году, когда топил подводную лодку Щ-408. Были и целый ряд других больших и крупных побед в ходе этой кампании. И вообще, 1943 год был годом морального подъема, я считаю, для личного состава Балтийского флота к концу, ну, по крайней мере, надводных его соединений. Потому что впервые, вот с начала Великой Отечественной войны, вот с прорывом заграждения за Игель, с протраливанием проходов через него, удалось навязать волю противнику, свою волю. До этого все время противник навязывал волю нам. А здесь впервые, вот последовательно, методично, ну, тоже с определенными недостатками, уже рассказ о которых просто выходит за рамки этой лекции, это отроление было осуществлено. И действительно были проделаны вот эти вот фарватеры, которые пригодились нам в десантных действиях 1944 года, о которых пойдет рассказ уже в следующих лекциях. То есть коренной перелом произошел, в том числе и на Балтике в 1943 году, и за этим коренным переломом стояло огромное мужество и героизм моряков Балтийского флота. Вот о частных примерах этого мужества и героизма я постарался рассказать. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Очень интересно. Опять же, приходит сразу уже на ум то, что говорилось в одной из самых первых лекций, где говорили про корабли Советского флота, которые начали строить в начале 30-х годов, в конце 20-х. Вот то, что вы сказали, то, что нам не хватало кораблей третьего ранга. И вот как раз эта лекция в очередной раз нам демонстрирует именно это. Отсутствие должного количества подобных кораблей показывает то, чем мы действуем. Катерамо, Г-5, вот эти небольшие катеротральщики, 17 тонн. Да, да. А у противника, тральщик, корабль 550 тонн с двумя 105-мм пушками, которые и по скорости обгоняют катеротральщики наши, и по огневой мощи, ну просто они сопоставили. Да, тральщики типа фугас нам жалко использовать, потому что их осталось всего несколько штук, и любая потеря, болезнь. Ну вот два тральщика типа фугас держали в группе артподдержки вот этого траления, но на практике получалось как. Когда немцы внезапно появлялись, вот их большие отряды тральщиков для атаки нашего трального соединения, просто не было времени эту группу, которая там на некотором удалении была подвести, сразу бросали вперёд торпедные катера. И вот боем с нашими торпедными катерами всё и заканчивалось, потому что оставилось дым завеса, катеротральщики наши прекращали траление, уходили в сторону Лавенсари, и группы артподдержки. В этот момент нужно было, получается, выходить из дым завесы, ну чтобы эти два фугаса, например, против... Там в боях уже дальше, вот последующих октябрьских, ноябрьских принималось с немецкой стороны 5-6 тральщиков. Ну вот тральщики 35-го года 2 105-мм орудия, тральщики 40-го года 1 105-мм орудия. Но в целом на немецком соединении там половина было таких, половина таких, но полное огневое превосходство над двумя тральщиками типа фугаса с двумя 100-мм орудиями. Ну, на каждом по одному, значит, два в сумме. Вот. И поэтому они даже не выходили из этой дым завесы уже по логике, конечно, надо было бы увязывать атаку торпедных катеров с огнем на этих тральщиков, но торпедные катера, чтобы прикрыть тральное соединение, атаковали сразу, не дожидаясь фугасов. Фугасы могли выйти лишь потом, им требовалось время на то, чтобы подойти к району боя. То есть, получалось бы, что наши бы вступали силы в бой последовательно и последовательно получали от противника, который намного превосходил в силах, получали бы огневое поражение. Поэтому всё заканчивалось атакой торпедных катеров, они вот, к сожалению, пять катеров таким образом мы потеряли. Потому что во всех этих боях количество наших торпедных катеров соответствовало количеству атакуемых кораблей. 14 сентября 3 на 3, там 30 октября 5 на 5, 2 ноября 6 на 6. Не было превосходства ни в одном случае. Все эти открытые торпедные атаки при свете белого дня немцы уже на расстоянии 4 километров, имея прекрасные приборы управления огнем. Ещё торпедный катер не вышел на дистанцию пуска торпед, а он должен был стрелять где-то с расстояния примерно 800-900 метров. Они уже поражались всеми видами. И 37-мм пушками, и 105-мм пушками, которые не только прямым попаданием, но и осколками. Торпедному катеру типа Г-5, который был сделан из дюраля. И потом они же все бензиновые, извините. Их поджечь можно было легко, и они горели. Ну и про авиацию тоже самое хотелось бы два слова вставить. Опять же смотрим на предвоенное строительство и понимаем, что вроде бы у нас большое количество самолетов в МФ, и на Черном море много было самолетов, и на Балтике там по 600 с лишним самолетов. А когда доходим до определенных типов конкретных, у нас оказывается, что такого самолета у нас не хватает, такого у нас нет, вот такого у нас мало. И в итоге мы воюем одной эскадрильей в лучшем случае. Да. На бумаге 235 самолетов, а фактически действует 10, из которых одновременно вылетают 4. Вот что получалось. Ну и опять же подчинение все-таки ГОРО с одной стороны можно было в какой-то момент свиневрировать, а с другой стороны в операции «Искры» участвуем, в Красноброско-Смердынской участвуем, везде несем потери, то же самое, выделяем часть сил, как вы сказали, там из 1000 вылетов 500 на сухопутный театр. Подавляющее большинство, да. Вот я, в частности, раз зашла речь об этом, я два слова сказал бы еще о потерях авиации Балтийского флота за 43-й год, что в общем и целом было потеряно за 43-й год 318 самолетов. То есть, это больше, чем было на 1-й апреля, да? 235, а потеряно 318. Это только от боевых причин, еще 112 от небоевых причин. Вот. Но из вот этих вот 318 боевых потерь непосредственно при ударах по кораблям было потеряно только 65. 20,5%. Все остальное гибло при попытках заниматься поддержкой войск Ленинградского фронта. Но из вот этих вот 65 самолетов 33 считались потерянными в воздушных боях и 21 пропавшими без вести. То есть, для морских реалий это, скорее всего, тоже сбитые в воздушном бою. Таких, которые пропал без вести и сбит зенитным огнем, очень редко. То есть, противодействие финской истребительной авиации было достаточно большим. Но несмотря на это, все равно к концу 43-го года авиация Балтийского флота плотно удерживала господство в воздухе. Финны, отказавшись прикрывать немецкие дозоры на Заигеле и сократив определенное… Ну, то, что они побеждали в воздушных боях, когда эти воздушные бои шли, не должно просто закрывать нам глаза на то, что в подавляющем большинстве вылетов уже в конце 43-го года наша авиация вообще не сталкивалась с противодействием этих истребителей. Да, все понятно. Перелом был. Повезло, в общем-то, конечно, то, что Люфтваффе не смогло обеспечить хотя бы минимального присутствия. Это очень хорошо. Это очень здорово дало нашему возможность хотя бы эти тральные действия произвести. Ну, и отметить, опять же, стоит все-таки настойчиво эти действия, которые, несмотря на все, проводили и с помощью этих небольших суденышек, можно сказать, все-таки выполнили задачу. Да. Первый дивизион стал гвардейским бригадой траллений именно этих катеров-тральщиков за вот эти вот действия именно по прорыву рубежа за Игель. Многие были награждены. Ну, и потери, в общем-то, вот от этих вот осколков и подрывов на мину. Там порядка ста человек на бригаде убитых и раненых на бригаде траллений. Для экипажей кораблей это довольно большая суммарная цифра. Ну, и у немцев от налетов нашей авиации даже часто корабль не получал повреждения, но от обстрела пушечно-пулеметным огнем от осколков. Там тоже счет выхода из строя немецких моряков в 43-м году в Финском заливе шел на сотни. Да. Жаль, не смогли, конечно, сосредоточить какие-то более мощные средства, силы, но, наверное, в условиях тогда Ленинграда все еще постблокадного, скажем так, это было, наверное, сложно. Последний вопрос. Командиры лодки наградили М-102? Да. Орден Отечественной войны. У него очень интересно. У него к концу войны было три ордена Отечественной войны первой степени и ни одного другого. Почему-то, да, боевые ордена Красного Знамени обходили его стороной, а вот ордена Отечественной войны, у него, значит, был один Красной Звезды и три Отечественной войны. Вот такой вот интересный расклад. Ну, и медали там. Поэтому смотришь на него и удивляешься. Как вот без ордена Боевого Красного Знамени, который, в общем-то, за первый крупный обычно награждался. Ну, так вот распределилось, к сожалению. Вот. Вообще очень много было достойных людей. И о всех не рассказать, но именно вот благодаря их героизму. Ведь он же не только там сам, как говорится, сломя голову там и не считаясь ничем продолжал поход своей подводной лодки. Он чувствовал поддержку экипажа. Матросы же тоже хотели. Не просто так мы прошли через этот Зигель, не просто так мы подорвались на этой имени. Давайте же нанесем потери врагу. Что-то так нам в нос дали кулаком, и мы сразу домой побежали. Нет, так не пойдет. Хорошо хотя бы часть из тех, кого вы перечислили, очень достойно наградили. И даже после возвращения из плена они как бы не были какими-то изгоями. Ну, кого-то вот не повезло, как летчику, который разговаривал с Ритуновскому. Расстреляли фашисты. Ну, как говорится, на то они и фашисты. Многие погибали, многие отдавали. Нет, у меня таких вот примеров, чтобы не попалось по ходу разработки лекции. Таких примеров, чтобы кого-то надо было осудить. Спасибо большое. Приходите к нам еще. Ждем продолжения с нетерпением. Спасибо. Постараюсь в ближайшем обозримом будущем рассказать про нашу промышленность. Материал у меня разработан. Я на научной конференции выступал с докладом именно про промышленность судостроительную в годы Великой Отечественной войны. Ну, а после этого уже Балтика, 1944 год. Год решающих побед. Надеюсь, позитива будет еще больше. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Всего самого наилучшего. До новых встреч. Всего доброго.